Предлагаю подписаться на канал Быть Программистом. Это отличный канал, на котором вы найдете множество видеоуроков по созданию сайта на WordPress. Кроме того, здесь есть отличный цикл курсов из HTML на WordPress, в котором автор отлично объясняет, как можно сделать свой сайт при помощи HTML, ну и конечно же самой системы WordPress. Советую всем подписаться на данный канал, что и я тоже сделаю. Ссылку на этот канал вы найдете в описании, а также есть аннотация на экране. Пожалуйста, переходите, подписывайтесь. Приветствую вас в новом видеоуроке, в котором мы с вами рассмотрим фреймворк Granim.js. Это потрясающий фреймворк, очень простой в своем исполнении. И что он позволяет делать? Он позволяет создавать градиент из двух цветов, причем делать это еще и с анимацией. К примеру, вот как вот здесь. Вы видите, что здесь идет именно градиент, и он идет с анимацией. То есть от одного цвета переходит в другой, и так вот постоянно зациклено оно происходит. Сам сталкивался с такой проблемой, что хотелось бы, например, даже для заднего фона добавить некий градиент. Но как это сделать, и плюс еще сделать, чтобы это было с анимацией, это достаточно сложно. И потом, вот буквально случайно наткнулся на такой прекрасный фреймворк, как Granim.js. О нем я как раз вам и расскажу буквально пару слов. Он действительно очень-очень простой, и то, что он умеет делать, это просто потрясающе. Давайте приступим к нему. Для установки плагина на ваш сайт потребуется создать некую страничку, любую абсолютно страничку. К примеру, у меня здесь обычная HTML-разметка, к которой подключен jQuery. Вот, все, больше тут, пожалуй, ничего не надо. Теперь на основном сайте мы перейдем на вкладочку Download, то есть скачать. И здесь непосредственно скачаем самую последнюю версию. В моем случае это версия 1.0.6. Вот, ее скачаем просто, нажимаем на скачку, она закачалась, я причем еще и два раза нажал, ну да ладно. И распакуем одну из этих версий. Ну, я просто две скачал, да? Вот, одну, все их удалим теперь из опакованной файлы. Нас интересует именно вот в этой папочке, то есть в распакованной папочке, папочка dist. И в ней непосредственно вот эти вот два файлика, вернее один из них. Какой это уже вы сами выберете. То есть min.js, это получается без всяких там пробелов и прочего, прочего, прочего. Файлик такой сжатый будет. Либо обычный.js, то есть видите, он 18 килобайт, min.js, он весит 11 килобайт. Я возьму именно min.js и перемещу этот файл. Папку вообще, кстати, могу удалить, потому что она нам больше не нужна. Перемещу этот файл в нашу основную папку, там где находится index.html, просто вот сюда вот этот вот granim.min.js. Теперь его подключим к нашему документу, делается это очень-очень просто. Вот, буквально все, что необходимо написать, это granim.min.js. Вот, после чего все, скрипт подключен, вернее, что я говорю, ну правильно, javascript подключен файлик к нашему документу. И теперь мы можем именно пользоваться всеми функциями, которые представлены на основном сайте, на examples. Ну, то есть, в принципе, на основном сайте. Вот, кстати, ссылка на вот этот granim.js будет в описании к видео, чтобы вы долго особо не искали этот фреймворк. Теперь все, что нам необходимо сделать. Необходимо поставить в сам body, в tag body, поставить вот такую вот штучку, как canvas. Кто знает, canvas это специальный tag, в который мы можем помещать некий javascript. Ну, то есть, благодаря canvas мы можем создавать на сайте, там, буквально игры, все, что угодно. И это все будет именно в canvas находиться, как бы, в одном теге. Вот, дополнительно к нему пропишем стиль. Это самый обыкновенный стиль, тут ничего интересного нету. То есть, это position of salute, отображается как блок, ширина и высота по 100%, и top. То есть, никаких отступов нету. То есть, top, right, bottom, left, никаких отступов нет. Не будем создавать отдельный файл, просто здесь пропишу дополнительно style, tag, и в него вставлю именно наши вот эти вот стили. Вот, все, сохраню, и теперь все, что мне осталось добавить, это вот этот вот JS, то есть javascript код. Его, опять-таки, просто копируем, для начала проверим, что из этого получится, и вставим его в конец нашей странички, после того, как мы подключили jQuery. Вот, вот это все поставили. Кстати, сами цвета можем поменять здесь на любые, какие только захотим. Здесь, как видите, они вот находятся вот такие вот, по дефолту, то есть по умолчанию. И обновим просто нашу страничку, загрузим ее. И вот, что мы получаем. Мы получаем анимированный фон, причем очень-очень прикольный. Сделали мы его буквально за пару секунд, и я думаю, это действительно очень-очень классно. Теперь давайте рассмотрим функции, которые также существуют в этом фреймворке. То есть мы перейдем на API, и здесь мы сможем найти огромное количество различных опций, свойств, которые мы можем применять в нашем этом фреймворке. Для отображения нашего градиента в любых цветах, в любых вообще оттенках. И чтобы он там справа налево, анимация и шла, или там, например, как в кружочек такой был. Ну, то есть из центра в ней шла вся эта анимация, весь этот градиент. Но это мы чуть-чуть похоже еще просмотрим, всякие опции и прочее. Я хотел бы показать вам, что здесь есть callbacks. И получается событие. Событие при, например, только вы запустили этот градиент, и у вас срабатывают события start. То есть вы можете, например, в консоль вывести там, что ваш градиент запустился, пожалуй, какое-либо событие произвести. И, как видите, здесь есть, получается, четыре типа событий. Это при старте, когда заканчивается, при вообще, когда он производится, то есть луп как бы в цикле, да, и при смене градиента, да, то есть новый цвет. Вот эти вот четыре, получается, вы их просто вот сюда вот можете вставлять вместо граним start, вот эти вот штучки, эти четыре события, и отслеживать какое-либо событие. Закончилась анимация, началась анимация, она прогигруется, поменялся, например, цвет, да, то есть четыре различных события. Это для обычного JavaScript, то есть обычный JavaScript код, это уже с использованием jQuery, то есть вот такой вот код. Вот, и также существуют методы, когда вы можете поменять state, то есть состояние этого вашего градиента, вообще включить анимацию, остановить анимацию, вернее, паузу сделать для анимации, и стереть анимацию, то есть вы просто остановите и сотрете анимацию. Вот, ну и basic configuration, тут, пожалуй, опять-таки можете сами посмотреть, но просто не хочу растягивать особо видео, а мы с вами рассмотрим еще одну такую штучку, то есть смотрите, во-первых, здесь можно сделать, мы с вами самую обычную basic, то есть самый обычный градиент с вами поставили на сайт, мы можем, кроме того, сделать вот такой вот radial, как бы, то есть видите, вот он здесь из центра идет, такими вот кружками, как бы. И это делается очень-очень просто, давайте опять-таки скопируем просто этот код и вставим его вместо вот этого кода, что у нас здесь есть. То есть здесь все, что мы сделали, это поменяли direction на radial. Вообще тут очень простые свойства element, это то, куда мы вставляем эту нашу анимацию, наш этот градиент, в нашем случае вот в этот canvas, name, это просто имя того градиента, который мы используем, radial-градиент, то есть как раз вот этот вот, видите, radial-градиент. Потом идут у нас direction, radial, кружками вот этими, opacity-прозрачность, у нас она полностью непрозрачная, вот, и вообще остановлен ли он, когда мы, получается, не в поле зрения этого градиента, да, и тут написано true. Ну и states, то есть здесь просто цвета вы можете поставлять, поставлять свои абсолютно рандомные цвета. Теперь давайте обновим страничку, так, сейчас давайте еще раз сохраню, обновим, вот, и тут, чтобы он сработал, нам необходим вот этот canvas radial, ну как видите, да, здесь элемент canvas radial, а у нас здесь canvas basic, ну просто не в тот элемент мы пытаемся закинуть, ну, теперь создали с правильным id, и мы видим вот такую вот штучку. Да, это без стилей, потому что здесь тоже давайте стили к нему добавим дополнительно, именно к этому блоку. И вот такая вот у нас штучка получается. Я думаю, на видео это достаточно видно, да, то есть что идут такие, как бы, волны из центра, либо наоборот в центр, да, то есть достаточно все очень-очень прикольно. Кроме того, здесь можно сделать градиент просто с некой, с неким изображением, вот, к примеру, как здесь, да, это и есть изображение леса, и просто вот градиент идет такой сверху вниз, например, ну и как видите, он здесь еще дополнительно меняется, то есть все очень-очень красиво. Опять-таки код вот к нему. Можно добавлять градиенты непосредственно к каким-то изображениям, к примеру, вот это вот является, вернее, не к изображениям, а к тексту, просто к тексту, да, вот это, например, является текстом, то есть вот даже вот здесь этот тот же самый текст есть, и он просто, как видите, вот имеет градиент, прикольный, с анимацией, ну, в общем-то вот так вот. Ну и плюс вот здесь есть три абсолютно разных, получается, типа градиента, то есть это самый обычный градиент, который, как видите, не меняется, это анимейтед, то есть вот как-то так вот он меняется, да, получается, как полосками идет, вот, и дефолт стейт, это просто вот по умолчанию, вот он просто вот такой вот у нас градиент, который очень медленно, плавно смещается, получается, на другой цвет. Ну, в общем, вот такой вот у нас получился урок, в котором я показал вам фреймворк Granim.js, это действительно очень-очень классный фреймворк, очень простой, и, надеюсь, он вам пригодится в ваших проектах. Ну, получаются реально вот, как по мне, хорошие, красивые вещи. Может быть, для главной странички такой градиент не нужен, но для какой-то второстепенной странички, например, ошибка 404 страничка, вот градиент будет достаточно прикольной вещью, и действительно людям может это понравиться. Так что подписывайтесь, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылки будут в описании. До скорых встреч, пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!